Проект мобильной клиники Эпидемия ВИЧ-спида коснулась не только тех людей, которые живут в больших городах, но и тех, кто остается в маленьких селах. В связи с этим мы подумали, что нужно создать такой механизм, который бы сделал доступным такую же медицинскую помощь в маленьких городах и селах, как и в больших. Здесь все садятся наши сотрудники. Детишкам питание, лекарства, врачам, шприцы, лакутайнеры, все, что нужно, какие-то расходники. Вот это мы возим в районы. Вообще эта машина исколесила уже всю Украину. Очень много где эта машина побывала, все знают, это наклеечка, мобильный брадзель, лекарь, наверное, но вся Украина я видела уже и знает об этом. Команда врачей варьируется в зависимости от региона, потому что в каждом регионе есть своя специфика. И мы прислушивались к местным специалистам, и они сами рекомендовали, собирали свою команду. Где-то есть психолог, где-то два педиатра, где-то есть астезиатр. То есть в зависимости от потребностей региона так и формировались эти команды. Мы приезжаем к ним, они просто не знают, когда им надо сдавать анализы, что это такое вообще весь ПИД. Задача социального работника – объяснить им, как с этим жить, как с этим справляться, какие препараты нужно пить. Я очень хорошо помню, когда передавались автомобили, Ольга Руднева сказала такую фразу, что теперь у вас будут ноги. Розширение доступа к антиретровирусной терапии всем инфекционным дитям Украины – это основная умова выживания и повноценного развития детей. Цей тиждень еще пять регионов Киевской области будут залучены до консультативных послуг центру. А важно для вас, чтобы до вас доезжали мобильные клиники? Да, это же хорошо, как подивляться профессионалы. В нашем батальонном селе транспорт плохо, в общем, у вас нет маршрутки. Ну, школьные автобуски приходят, и то сейчас нет, через то, что была пробили скаф. Здесь они получают высокоспециализированную медицинскую помощь, консультации. Не только жизненные, но и у нас есть социальный работник, который беседует с ними больше, как психолог. Боишься? Нет. Тебе подобается, как работают наши докторы в мобильной клинике? Да. З того года у нас стабилизировалось, нет такого интенсивного увеличения, только увеличилась количество детей, которые родились от инфицированных матерей. Эти дети тоже получают профилактику в пологовых будинках. На счастье, с этих детей основная масса – это потом мы снимаем озоблику, как здоровье. У меня в кабинете висит плакат, что в наше время это преступление позитивной маме родить больного ребенка. Есть абсолютно все возможности и все условия. Вовремя начать терапию для профилактики, чтобы родился здоровым ребенок. В течение первых лет проекта, допустим, у нас было огромное выявление новых случаев ВИЧ-инфекции у детей, потому что просто врачи не знали об их существовании. На сегодняшний день, за столько лет работы, у нас, скажем, полный порядок в тех регионах, где эти клиники работают. Все дети посчитаны, все посмотрены. Врачи понимают, куда нужно поехать, кому нужно привести антиретровирусную терапию. Они знают, где есть беременная женщина, с которой нужно провести работу, чтобы профилактировать появление нового ВИЧ-позитивного малыша. Чем больше знаешь, чем больше понимаешь, тем увереннее себя чувствуешь. Добрый путь. Что, поехали? Я сейчас можу. Удачи, ребят! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...